Особое мнение на 101FM Эта речь у нас сегодня пойдет не только о дорогах, но и о некоторых других вещах Но с дорог мы все-таки начнем Даже, наверное, не из дорожных ремонтов, которые рабочая группа контролирует Сейчас, прямо вот в эти дни, фактически вчера вы, по-моему, откуда-то вернулись Да, мы вчера вернулись в Фаленок, Кирович и Песк в Фаленке Проехали и посмотрели, как идет реализация национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги в данных населенных пунктах Сделали свои выводы и в дальнейшем эти выводы отразимы уже на бумаге Хорошо, будем ждать тогда каких-то отчетов рабочей группы Посмотрим, но в целом там, я так понимаю, что особых нареканий нет Потому что если бы были, мы бы это уже видели Ну, не скажу, что в целом больших нареканий нет Потому что если брать Фаленки на сегодняшний день Там еще только все еще впереди Там еще только идет, насыпают грунт Но в сроки-то укладываются? Ну, в сроки пока, как поясняет нам заказчик дорожный комитет Они укладываются Мы, конечно, не можем сразу сказать Там укладываются, не укладываются Только по той причине, что, да, работы ведутся Проверили у субподрядчика наличие всех материалов на сегодняшний день Особенно щебня, да, которые там в немаленьком количестве Должно присутствовать в полотне дороги, да Поэтому мы съездили, все посмотрели Результаты, ну, по крайней мере, меня устроили, да, на сегодняшний момент Что будет дальше, все зависит не только от подрядчика, но и от погоды Но погода пока вроде хорошая Погода пока для всех благоволит Все дорожники могут работать 24 часа на 7 Да, жарко в некоторых случаях, как говорят, техника там перегревается Или еще каким-то образом Но нет дождя, это уже хорошо Можно делать дороги Можно делать дороги, можно делать не только и тротуары, и бордюры, и все в этом плане Что на сегодняшний день и делают, наверное, наши дорожники То есть БКД нормально у нас в регионе идет, конкурсы отыграны, все должно быть вовремя Ну, практически, практически без больших проблем Кроме как, вот в БКД же это у нас не только дороги Это и безопасность дорожного движения, о чем мы с вами сегодня затронем, наверное И в БКД там много-много всего остального Все пешеходные переходы в том числе Да, и пешеходные переходы И давайте не будем забывать, что у нас с того года остался контракт по, опять же, по пешеходным переходам По разметке, которые не сделали качественно В этом году должна фирма «Вектор» доделать эти пешеходные переходы Плюс, правительство, ну, министерство транспорта в лице дорожного комитета должны разыграть сейчас Вот они уже выставили аукционы По контракту жизненного цикла Это опять один из показателей национального проекта Безопасные качества автомобильной дороги И почему-то они решили, что контракты жизненного цикла Они включают в реконструкцию пешеходных переходов И порядка на это все Они хотят потратить там более 15 миллионов рублей Это три пешеходных перехода в Кировской области будут реконструированы За 15 миллионов? Да, чтобы понимали Вот сейчас мы в этом хотим разобраться Почему такая большая сумма? Я, конечно, понимаю, что проектирование стоит денег Да, и освещение стоит денег И дорожные знаки стоят денег Константин, давайте мы сразу слушателям поясним, если это возможно Что это за пешеходные переходы То есть про один из них я видела информацию Ну, это Юрианский район Да, дорога Юрья-Великорецкая Трасса какая-то супер-мега широкая Да нет, я думаю, что там многие жители Там 4,5 миллиона, по-моему, да? Да, там порядка 4,5 миллиона И я думаю, что многие жители Кировской области ездили в это место в Великорецкой И понимают, что там не настолько огромный трафик, насколько нужен там такой дорогой пешеходный переход А что там будет? Зачем такие средства? Ничего такого сверхъестественного не будет Согласно проектной документации Опять же, если мы берем пешеходный переход за 4,5 миллиона, да? То там всего-навсего это порядка 500 тысяч это проект стоит Плюс дорожные знаки, плюс освещение, плюс уширение дорожного полотна Потому что, ну, требует, так в проекте указано, да? А требуется ли это все на этом месте? Вот это мы съездим и в ближайшее время проверим Проходимость вот в том конкретном, на том конкретном участке дороги, она кем-то оценивается? Я надеюсь, что данный пешеходный переход будет строиться и реконструироваться по рекомендации ГИБДД Вот с этим мы сейчас будем в ближайшее время полностью весь цикл, ну, как бы всем этим заниматься Оценить, во-первых, насколько рационально использовать такие финансы на ремонт данных пешеходных переходов Согласовано ли и было ли это место концентрации ДТП? Потому что в рамках национального проекта, опять же скажу, это один из параметров Это ликвидация мест концентрации ДТП Поэтому были ли там места концентрации ДТП и в правильном ли направлении тратятся все-таки данные денежные средства? Либо можно было эти же 15 миллионов потратить на какие-то другие пешеходные переходы, где реально существует какая-то концентрация ДТП? Поэтому вот сейчас я не могу утверждать, насколько рационально, нерационально используются эти денежные средства Но когда мы все проанализируем, вот сейчас мы уже направили письмо в КСП, чтобы они проверили все-таки, стоит ли это все КСП это контрольно-счетная палата? Да, контрольно-счетную палату Переход вот на трассе на дороге Юрия-Великорецкая и еще два И два еще в Малмышском районе, там один будет стоить порядка 9 миллионов рублей, 9 миллионов 56 тысяч рублей Извините, просто я как-то удивился Село Савали такое есть в том районе, да И вот еще один будет тоже где-то на автодороге Киров-Малмы-Шведские поляны, примерно место еще неизвестно Там порядка по тендеру 5 миллионов 650 тысяч рублей, да Вот это все в дальнейшем мы все-таки узнаем, уточним и сделаем какой-то свой общественный, можно сказать, вывод Насколько рационально используются федеральные деньги на реконструкцию данных пешеходных переходов Сейчас сказать, да, либо это плохо, либо это хорошо, пока не могу, честно Да, село в Малмышском районе Кировской области, село Савали, население по данным на 2010 год 1154 человека Ну это тоже неплохо так, если честно Не маленький для сельского населенного пункта количество жителей, но тем не менее, пешеходный переход за 9 миллионов? Ну, надо посмотреть, понимаете, как бы сейчас сказать А сопоставить мы можем в Кирове примерно? Мы, конечно, можем сопоставлять с вами со многими суммами, да, потому что что такое реконструкция пешеходного перехода в некоторых случаях? Это замена дорожных знаков, которые стоят не такие бешеные деньги, там, не больше 100 тысяч рублей в общем, если взять, да, плюс нанесение разметки и все Иногда нужно освещение Ну, иногда нужно освещение, но это два столба в разные стороны поставить со светильниками Если специалисты нас слышат, я думаю, они знают примерно расценки, сколько ставите Стоит поставить пару столбов и все вместе Ну, на мой взгляд, реконструкция пешеходного перехода, вот, самая простая пешеходная перехода, ну, не больше 500 тысяч рублей должна стоить, да Но если, может быть, там, не знаю, может, там идет какое-то уширение, может, там идут стыки с пешеходными дорожками, может быть, там хотят еще это подвести к каким-то там остановочным павильонам, это все Вот это все в комплексе надо изучить Понятно Все это изучить и дальше сделать какие-то выводы Как вот мы сейчас начинаем изучать, опять же, контракт на 15 миллионов рублей на 9 остановок О, да, сейчас до остановок мы доберемся, да Которые недавно опубликовали Хотелось бы тоже, как бы, нет, вопросов нету Я не говорю, что это много, я не говорю, что на сегодняшний день, там, 15 миллионов на 9 15 миллионов, я сейчас слушателям просто поясню На остановке на трассе Киров-Стрижи-Оричи 9 остановок, обе стороны движения, то есть и туда, и туда, да, то есть 18 всего Значит, победителю предстоит установить новые железобетонные павильоны, дорожные знаки, бортовые камни, тротуарные и дорожные плиты И сделать это все нужно до сентября текущего года Да, тут больше вопросов встает в конструктиве В конструктиве дорожного, самой остановки Потому что это железобетонная монолитная конструкция, как указано, опять же, в контракте, да По сути, данную железобетонную монолитную конструкцию, вот, на мой взгляд, не каждое предприятие изготавливает Да, у нас совсем железобетонных, ну, которые предприятия изготавливают железобетон, их не так много в Кирове А при том, что такую конструкцию, под которую надо сделать какую-то форму, чтобы там это все вылить, да Это, наверное, единичное предприятие в количестве, там, одного И, по сути... В количестве одного, Константин, или двух все-таки? На мой взгляд, в количестве одного предприятия, потому что, смотрев проектную документацию И, смотрев опять сметную документацию, которая приобщена к аукциону По данным, там указано прайс почему-то одного предприятия Называть его, конечно, не буду, кому любопытно, он может зайти, это в публичном доступе данное Как бы данная документация находится И в документации именно обозначено, что остановки должны быть железобетонные Да, там, монолитные железобетонные остановки Это не какой-то там конструктив, собранный из нескольких частей, которые можно собрать Ну, как вот в Кирове, например, некоторые остановки, там, из... Из профнастила Из профнастила, с металлом, там, ну, это как бы... Ну, не скажу, что в каждом гараже... Железобетонная остановка, это на века, Константин Ну, это хорошо с какой-то точки зрения, да, это на века Перспективы дороги Киров-Стрижоричи нам понятны Ее не унесет уже при каком-то либо урагане, да, и, значит, эта остановка у нас... Правильно, ну, раньше же тоже остановки из железобетона строили Просто они были как бы из нескольких конструктивов состояли, они были не полностью монолитные А здесь вот именно под кого-то каким-то образом... То есть подозрения такие рождаются, да? Есть, ну, конечно, ну, что, ну, как бы мы... Откуда такие монолитные конструкции, они же у нас не на каждом шагу изготавливаются Вот, и эту ситуацию мы также проверим Насколько было рационально использовать, ну, как бы данную конструкцию И насколько все-таки данный рынок конкурентный А в таком случае, Константин, у меня вопрос Акцион должен состояться 15 июля Вы проверять будете до акционы или после уже? Нет, мы постараемся это сделать вот... До акционы? Да, в ближайшее время, да, как бы уточниться все-таки, насколько, ну, как бы... Насколько конкурентный рынок под таким конструкциям Ну, пока на сегодняшний день знаем только одну компанию, которая изготавливает такие конструкции И тут, значит, вопрос цены Потому что там павильон... Нет конкуренции, нет снижения цены Да, да не то, что даже нет конкуренции, нет снижения цены И компания может сама назначать эту цену Может, эта монолитная конструкция стоит там максимум, как бы, 50 тысяч рублей Может, 100 тысяч рублей, да? А согласно аукциону, она там порядка 370, что-то такое, в общем, тысяч рублей эта конструкция общая стоит Вопрос в этом... Это все надо проверять Интересно Спасибо, Константин, будем следить тоже за этими двумя историями И с пешеходными переходами, и с павильонами остановочными Я так понимаю, что есть еще одна важная история, которая случилась на этой неделе Константин является членом рабочей группы по тарифам в общественной палате И на этой неделе рабочая группа собиралась Вы, насколько я понимаю, выслушивали доклад Максима Михайлова, руководителя РСТ Да, Максим Владиславович Это касается повышения тарифов В этом году, в июле Тарифы в Кировской области выросли Причем выросли значительно, если можно сказать Если сопоставить с прошлым годом Есть порог предельный в 4%, но в Кирове он выше Он в среднем будет 5,5 примерно, но на тепло, понятно, он будет выше 7% По той причине, что в том году была одобрена концессия с теплоснабжающей компанией И ждать повышения на ближайшие 2-3 года мы точно будем Согласно этой концессии, подписанной между правительством Кировской области Одобрены депутатами городскими, поэтому здесь уже ничего не сделать Какие вопросы общественники задавали Максиму Михайлову Я даже не знаю, вот руководитель региональной службы по тарифам Может самостоятельно отвечать на какие-то вопросы То есть он может, наверное, обосновывать что-то Почему РСТ приняла такое решение Да, ну как бы на то она и РСТ, это региональная служба по тарифам Дискутировать, насколько он может Потому что они принимают данные тарифы И они как бы могут за эти тарифы отвечать отчасти Да, у нас есть там некоторые подведомственные Не то, что подведомственные, а есть министерство экологии Которые отвечают за инвестпрограммы Именно связанные с мусором на сегодняшний день, с ТКО Они, конечно, РСТ не отвечают за эти инвестпрограммы Но, по крайней мере, тариф потом После того, как инвестпрограмма утверждается Все идут в РСТ и просят посчитать тариф Согласно инвестпрограмме Поэтому мы вот и задавали Вот меня, например, больше интересует на сегодняшний день вопрос Связанный с невыполнением инвестпрограммы полигона Масинцы А в том году они их не выполнили Из 240 миллионов порядка 120 миллионов Они не выполнили программы Это, по сути, должны тренироваться в рамках общего тарифа И это будут вычитать из тарифа 2021 года У полигона Масинцы это, значит, повлияет на общий тариф у Куприта Потому что размещение отходов в рамках полигона в Осинцах Это существенно Это существенная сумма в тарифе на ТКО на сегодняшний момент Плюс, конечно, нас волнует, опять же, суд, который состоялся Сначала было представление ФАС к Куприту О снижении тарифа Тариф снизили Сейчас Куприт судится по этому представлению ФАС В итоге посмотрим, что будет Может быть, у нас еще и существенный рост будет в ближайшее время По тарифу на ТКО Почему? Ну, потому что давайте посмотрим так Что если будет представление ФАС оспорено В том виде, в котором есть То тогда данное представление будет незаконным отчасти Отчасти, да? Тогда РСТ в данной ситуации Куприт имеет полное право На возмещение тех издержек, которые есть Но тут опять же вопрос становится Из чего кармана? Из кармана граждан нельзя по законодательству Значит, вопрос пойдет куда? К правительству Кировской области, да? Из бюджета? Конечно Но я не думаю, что Куприт пойдет на такие рамки уже Никто в бюджет не залезет И никто оттуда не попросит Но вот эти Вы меня спросили, какие вопросы мы обсуждали Как раз такой вопрос обсуждался В рамках региональной группы по тарифам Все-таки, что грозит, если будет вот так А что грозит, если будет вот так Поэтому было четко, ясно и понятно Что на граждан все-таки Если суд будет выигран Ну и там какое-то будет решение в дальнейшем По представлению ФАС То в основном, на основную Прямо сейчас никто с граждан на эти деньги никогда не возьмет Это будет когда-то в дальнейшем Когда-то там будет где-то повышение Плюс еще сейчас есть одна из проблем Опять же с ТКО, если мы возьмем У нас может быть У нас идет расчет Предельного объема накопления Это тоже в ближайшем В течение года это делается Замеры делаются Скоро эти контрольные замеры должны быть закончены И это тоже может повлиять Ну уже опять же на тариф 2021 года И как мне известно Эти замеры, они на сегодняшний день Ну намного отличаются от замеров Которые были сделаны раньше Отличаются в какую сторону? В плюс То есть сейчас больше мы мусора производим По сути получается, такие замеры производятся А предыдущий тариф, тот который сейчас у нас установлен Он на основании замеров Ну это замеры еще там Древние достаточно Да, древних замеров Те замеры, которые там помните Были вопросы по ним И же тогда маленько в сторону отвели И как бы такая ситуация была По крайней мере Вот, если мы берем там по тарифам Именно по всем основным тарифам То конечно у нас сейчас пока нет повышения По тарифу на газ Так как там тариф повышается Через федеральную антимонопольную службу А газовики По всей вероятности эти документы не подали Ну я могу только предполагать Почему они не подали Потому что эта цена Тариф на газ Строится из оптовой цены на газ Сейчас на сегодняшний день Если вы понимаете Оптовая цена на газ Низкая Ну кому интересно Идти и просить Пересмотреть тариф Пересмотреть тариф на понижение Когда у них тариф Когда ранее он был Пересмотрен в рамках цены Которая была еще до Это старая известная всем автомобилистам история Нефть дорожает Бензин дорожает в России Нефть дешевеет Бензин дорожает в России Такая же ситуация с газом Зачем пересматривать тариф на газ Когда он будет ниже Мы это все сразу понимаем Поэтому газовики Не стремятся идти Просить не только повышение Но и пересмотр данного тарифа А вдруг спросят Куда повышать Ребята По водоканалу Тариф Он не вырос В 4,2% Небольшой рост Максим Владиславович Про это тоже говорил И в рамках Пресс-конференции На сегодняшний день Основная проблема Большого роста тарифа И я считаю Это одна из проблем Это та концессия Которая была подписана С теплоснабжающей компанией Она конечно Но предупреждали ведь о том Что будет тариф Тариф предупреждали Об этом всем было сказано Не предупреждали правда Что начнутся массированные ремонты И все будут без горячей воды сидеть Ну так этому и стало ожидать Как бы я не знаю Если идут ремонты То понятно Все на какое-то время Останутся без горячей воды Вопрос Проблема наших ресурсников Они массивно ремонтируют И ремонтируют очень долго Вот дороги мы научились Стараться делать быстро Зато может быть качественный Константин Ну вот посмотрим Давайте потерпим Подождем и посмотрим Вот и посмотрим Насколько качественно Ресурсники отремонтируют Вот улицу Милицейскую Как раз недалеко там Да у нас раскопана Она и будет раскопана до консалета Она в два года уже копает 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 Насколько это качественно копает Вот мы наблюдаем По этому поводу Ямки раскопаны Машины ездят по одной стороне Только А работают очень тихо Работают Да Не всегда я вижу там рабочих Это правда Правильно ли я понимаю Константин Что вопроса по тарифу На капремонт Не поднималось На вашей рабочей группе Вопрос по капремонту Не поднимался В отличие от городской думы Ну по фонду капремонта Я совсем считаю Надо проводить уже Как отдельную программу Потому что Во-первых у нас Фонд капремонта Там поменялся и руководитель Да Во-вторых у них там Новые планы по развитию Фонда капитального ремонта Тут недавно состоялся И попечительский совет Фонда капитального ремонта Я как раз туда вхожу Да Есть еще попечительский совет У фонда капремонта Конечно У фонда капремонта С самого начала фонда Есть и попечительский совет Чем он там занимается в попечительский совет. Кого он опекает? Он никого не опекает, чтобы вы понимали. Попечительский совет занимается только финансовыми, можно так сказать, вопросами фонда капитального ремонта. Это распределение финансирования именно там субсидий, которые выделяются на фонд капитального ремонта. С попечительским советом этот вопрос одобреет, либо не одобряет фонд. И вот последний вопрос, который был на попечительском совете тут недавно, это размещение денежных средств, порядка миллиарда восемьсот на банковских счетах, чтобы деньги просто так не лежали, чтобы они работали не на фонд капитального ремонта, хочу сказать, а на граждан, потому что эти деньги фонд не имеет права пользоваться. С некоторых пор, с недавних пор, надо сказать. Да, не с недавних пор. Не, не, не. Вы что, это уже давно, там даже с шестнадцатого, если я не ошибаюсь, года есть поправка законодательства о том, что фонд не имеет права пользоваться деньгами, которые лежат на на депозите, которые собираются гражданами. И тратить их на себя, на содержание фонда нельзя, можно тратить только на ремонт. Только на ремонт, да. И как бы за счет фонд периодически эти деньги размещают под процент в банках, для того, чтобы данная, как бы, кубышка, можно так, возрастала. И вот сейчас порядка миллиард восемьсот они разместят в, может, в одном, не знаю, там будут торги, это все будет официально, это не где-то там скрыто. Да, депутаты городской думы, кстати говоря, предлагали как-то так, ну, издать какие-то документы, которые позволили бы фонду капремонта суживать деньги городу, например, там, да, на решение каких-то вопросов, потому что фонд капремонта складывает деньги в банк под четыре условных процента, а потом город, там, или область берет где-то кредит под шесть или под восемь процентов, и на этом деньги теряет. А могла бы экономить? Депутатам городской думы надо выйти в федеральное правительство, да, только там, да, выходить в правительство и с ними решать этот вопрос по изменению законодательства. На сегодняшний день фонд может только эти деньги размещать в банках. Только на депозите. И то, я хочу сказать, что в банках, которые есть в энном списке, которые аккредитованы через правительство Российской Федерации, да, их тоже там, не в каждом банке, не, там порядка всего пять банков. Везде не разрешат. Да, везде не разрешат. Да, Константин Сичихин в нашей студии с особым мнением. Мы сейчас делаем перерыв на рекламу, вернемся через полторы минуты. Особое мнение на 101FM. Константин Сичихин, в нашей студии мы продолжаем еще немножко про фонд капремонта. Хотелось бы поговорить. Я поняла, попечательский совет контролирует расходование средств фондом капитального ремонта. Притом жестко контролирует. Ни копеечки влево, ни копеечки вправо. Хорошо. В таком случае у меня вопрос. Достаточно большая сумма накопилась на счетах фонда капремонта. Не успевает фонд тратить все, что было собрано. По-моему, порядка трех миллиардов. Ну, сколько это будет потрачено в этом году? Сколько это еще потом накопится? И на недавнем заседании городской думы министру энергетики и ЖКХ Андрею Балдыкову задавали вопрос, да, что во-первых, делать вот с этими средствами? Не надо ли освободить в очередной раз кировчан от платежей? Я напомню, последние три месяца мы не платили из-за пандемии. Вот. При этом была озвучена министром информации о том, что сейчас в преддверии подготовки к юбилею города в 2024 году есть большая проблема с ремонтом объектов культурного наследия, которые являются многоквартирными домами. Мы все прекрасно понимаем, старый дом, не так много квартир. Чаще всего в таких домах живут не самые обеспеченные люди. Вот. А ремонт исторического здания обходится значительно дороже, чем ремонт обычного многоквартирного, потому что там и экспертиза, и все-все-все-все-все. И было министрам предложено несколько вариантов, они, естественно, пока не утверждены, но один из них это разложить вот эту сумму ремонтов необходимых исторических объектов, исторических многоквартирных домов на каждого жителя Кировской области. То есть, чуть-чуть поднять тариф на капремонт. Насколько это обосновано, учитывая накопившиеся средства? Ну, на мой взгляд, это честно. Я бы не стал залазить в карман к жителям Кировской области, потому что они на сегодняшний день и так платят. Фонд бы лучше позадумался, как все-таки усилить свою работу в реализации данной программы, реализации основной программы, про что им неоднократно говорили и в рамках и Центра общественного контроля, и Попечерского совета, да. Надо усиливать просто работу. Надо больше работать с подрядными организациями, больше работать с такими домами и искать выходы из сложившейся ситуации. А залазить в карман граждан, ну, знаете, это самое легко, залезти в карман гражданина, да, и попросить еще денег. А с учетом той ситуации, которая у нас происходит, никто у нас коронавирус на сегодняшний день и кризисную ситуацию не отменил. Люди богаче не становятся, а только беднее. И просто взять и залезти к ним в карман, ну, это несправедливо. Поэтому у фонда, у фонда капремонта на сегодняшний день скоплена немалая сумма, вы про это тоже не раз говорили, и депутаты про это говорят. Поэтому рекомендовал бы просто фонду оптимизировать работу и более углубиться в этом направлении. Сейчас смысл повышать тарифа нет. Даже ради исторических домов? Даже ради исторических домов. Но проблема-то не денется никуда, Константин. Там жителей мало, они не успевают на каждый свой дом накопить определенное количество, да, средств, которые можно потратить на ремонт. Давайте мы маленько, у нас, если дом находится на спецсчете, да, жители не успевают накопить, но если дом находится в общем котле, то фонд капитального ремонта обязан отремонтировать этот дом из общего котла. И без разницы, сколько жителей накопили на этот дом. У нас здесь же такое разграничение. Почему мы там ремонтируем дома в какие-то там, в Омутнинске деревянные, там по миллиону, по полтора миллиона рублей, когда там живет 3-4 гражданина? А мы же ремонтируем фонд капитального ремонта, и мы немало таких случаев знаем, да. Вот. А тут какой-то исторический дом, мы должны там скинуться на этот исторический дом. Нет, надо просто правильно, грамотно работать, брать примеры из других регионов, осмотреть, как в других регионах этот вопрос решается, да, и заниматься, ну, как бы, тратить, если так говорим, да, те денежные средства, которые сейчас накоплены. При том, что порядка миллион, миллиард восемьсот сейчас разместят в банке под проценты, это не маленькие, там, ну, как бы, даже по 3-4 месяца, там, порядка, там, 10-20... Ну, каждый может посчитать 4%, там, 4-5% депозит. Да, там, 4-5% разместят, в зависимости от аукциона, в зависимости, какой банк выиграет, да, так как бы посчитать несложно, плюс, там, 20-30 миллионов, как минимум будет, от того и больше, к общей сумме, да. Вот на эти деньги можно и... Можно ремонтировать исторический объект. Не надо залазить в карман граждан. Хорошо. И еще одна тема, я думаю, что мы успеем, наверное, ее обсудить, это история с центральным рынком. Вы, Константин, насколько я помню, были на заседании в администрации города, оно проводилось, если я не ошибаюсь, когда обсуждалось вообще... Реконструкция всех рынков. Да, да, да. Обсуждалось это в рамках градостроительного совета. В самом администрации я не был, был в онлайне. Ну, понятно, это была пандемия. Да, это была пандемия, и тут, как бы, никто никого не приглашал. Но вопрос такой поднимался, как раз обсуждался проект реконструкции Октябрьского рынка и центрального рынка. Но если по Октябрьскому рынку, там уже было все ясно и понятно, и проектировщики, которые этот проект проектировали с Питера, они выступали тоже по средствам, как говорится, в рамках конференц-связи, у них данность... Там больших вопросов не возникло, так как данное здание пора реконструировать, пора делать. Как бы, если кто бывал на Октябрьском рынке, ну, смотреть страшно просто-напросто. Вот. По поводу центрального рынка у меня, конечно, возникали вопросы, и эти вопросы, они на сегодняшний день оправдываются. По той причине, что на какие денежные средства проводить такую реконструкцию, мы не будем забывать, что центральный рынок — это муниципальная организация. Какую такую, Константин? Давайте слушателям напомним. Вот если... Нет, я думал, что слушателям... У нас Дмитрий Осипов рассказывал про работу над парковками, там, да, на территории центрального рынка. Погодите, центральный рынок — это полностью... Вся концепция реконструкции центрального рынка — это полностью изменение всей территории центрального рынка. Это снос всех небольших, если кто там, по улице Володарска, вот этих... Торговых павильончиков. Торговые маленькие павильончики сносятся, строятся большие двухэтажные торговые павильончики. И они не вот такие маленькие, а именно такие большие, да. Все, что в центре центрального рынка, это тоже все сносится, и там эта вся территория отдается под парковочные зоны. Да, остается только вот этот центральный павильон. Сам центральный павильон, он тоже в дальнейшем должен реконструироваться в двухэтажный павильон. Примерно такой же площади, которая есть, но за счет второго этажа она увеличивается практически в два раза. И за счет всех реконструкций площади центрального рынка должны увеличиться были чуть не в три раза практически, да. Все те шайбы, которые там на сегодняшний день стоят, они тоже сносились. И полностью как бы должен был рынок преобразиться. Да, это все замечательно. Только денег нет. Только... Тут даже не только денег нет, в бюджете никогда денег нет. На другие вещи, да. А здесь надо было такую реконструкцию производить. Вопрос стоял, а где же эти деньги взять? Конечно, в рамках, опять же, градсовета директор рынка уверял, что не переживайте, у нас есть там из внутренних средств, которые мы там, не знаю, каким-то образом они хотели где-то найти. Ну, я не вдавался в подробности финансо-экономической деятельности центрального рынка, не могу комментировать этот момент. Но они нас поуверили, что все будет реализовано в течение трех лет. Вот, потому что эта вся реконструкция должна быть поэтапная быть. Ну, наверное, наверное... Ну, вот я смотрю просто, что... Мы в администрации все-таки посчитали... Мы отменены на разработку проекта. Посчитали и поняли, что нерационально на сегодняшний день тратить денежные средства, хотя бы даже на разработку проекта центрального рынка, потому что надо, во-первых, завершить строительство Октябрьского рынка, чтобы хватило хотя бы денег на реконструкцию Октябрьского рынка. Поэтому, по моему мнению, вот поэтому и отменили пока на сегодняшний день данные проекта. Давайте сделаем сначала одно, хорошо, красиво, а потом... Посмотрим, что получится, и потом будем делать что-то второе. Конечно, конечно. Понятно. Я надеюсь только, что эта вся история не затянется, как работы по ремонту каких-то, не знаю, инфраструктурных, инженерных систем на несколько лет, что не будет там все раскопано, а люди будут все-таки каким-то образом там работать и покупать что-то. Ну, вот для этого и требуется как бы четкое понимание экономической финансовой финансирования данного проекта. Почему я и задавал вопрос, из каких средств мы будем это все строить. Потому что, если мы растягиваем это строительство на несколько этапов, это на 2-3 года, это понимаете, вот вы правильно говорите, что мы с вами будем ходить по стройке. А кому это приятно, ходить по стройке? И привлечет ли данный рынок на этот период времени то количество покупателей, которые требуются для продавцов, для тех предпринимателей, которые там будут стоять. Да просто для того, чтобы муниципальные предприятия, акционерные общества могли заработать. и приносила ту прибыль, которую она показала хотя бы в конце того года. Тут вопрос-то вот в этом. Поэтому, по всей вероятности, с приходом нового главы в администрацию, в администрацию, Дмитрия Осипова, на сегодняшний день, я думаю, что данная модель реконструкции центрального рынка, она пересматривается. Еще один вопрос. У нас остается 3 минуты до конца эфира. Я Константина Сичехина все-таки хочу спросить. По тому, как наша область выходит из коронавирусных ограничений. Есть ли какие-то мысли или замечания? Ну вот, я смотрю последнее постановление правительства. Во-первых, снимается необходимость людям, приезжающим в наш регион из других регионов, отсиживать две недели на карантине. Они отсиживали. А вот я не знаю, как их контролировали. Вот понимаете, все мои знакомые, которые в ближайшие, тут, например, три недели, четыре недели приезжали в Кировскую область, никто не отсиживал. Могу честно признаться, никто их не контролировал. Потому что у нас заезжают люди не только на авиатранспорте либо ЖД-транспорте, но и на своих машинах. А в основном сейчас все стараются ездить, путешествовать или перемещаться на своих личных автомобилях. Ну, лето, лето, дороги сделали уже. Дороги уже начинают, подделали где-то что-то. Там можно путешествовать на своем личном автомобиле. Я сто процентов уверен, практически всех их никто не контролировал. Для чего такое ограничение было введено в свое время, непонятно, да. Вот. Кто сейчас контролирует хотя бы те ограничения, которые есть? Ну, периодически Роспотребнадзор грозится проверками каких-то учреждений общепита, тогда и торговых учреждений. Ну, понимаете, это можно наказывать только бизнес, который на сегодняшний день практически мало застрахован. Что и происходит, да. Что и происходит, что Роспотребнадзор ходит, проверяет там, все ли продавцы в масках, но при этом никто же не проверяет покупателя. И не может проверить. И не может проверить, да. Причем тогда продавец, кто, ну, как бы, ну, как бы предприниматель, причем он здесь, в данной ситуации, должен заставить, что ли, покупателя, да. Так ему и так этот покупатель нужен в данное время. А он его заставит одевать маску, в итоге в данное... Он просто развернется, уйдет в другой магазин, где не было Роспотребнадзора, где нет таких проверок. И в данной ситуации, вот, по мне бы, я бы снял бы все уже ограничения. Вы посмотрите, просто вот вчера в интернете появились фотографии с нашего Юркин парка. Ну, что, кто-то соблюдает там социальную дистанцию, там все купаются в масках, да. Вы посмотрите, сколько детей, там купаются, да. И почему-то я не вижу у дверей Юркин парка Роспотребнадзора, который стоит и проверяет температуру, просит всех одеть маски. А все спокойно, люди отдыхают. Вот не надо вот этого всего на сегодняшний день. Пора снимать все ограничения и спокойно давать работу. А если пойдет рост заболеваемости? Она у нас всегда... Все равно будет рост заболеваемости. К этому надо быть готовым. Про этот вирус говорят уже, знаете, я просто повторяться не хочу. Много источников уже мы про все это говорили. Мы все равно придем с вами ко второму этапу по данному вирусу. Ко второй волне. Ко второй волне. Потому что осень никуда не денется. Потому что как мы ее переживем и как мы к этому подготовимся, это многое будет зависеть и от правительства Кировской области, и от нас с вами. Общественник Константин Сичихин был в нашей студии. Спасибо большое. Особое мнение на этом завершается. Мы с вами прощаемся. До свидания. До свидания. Спасибо. Особое мнение на 101FM